Как говорится, все свое. Родное производит фермерское хозяйство псарьки. Тут и коровы, и свиньи, и даже небольшой птичий дворик. С отечественным производителем знакомится министр сельского хозяйства региона Дмитрий Степаненко совместно с руководителем администрации Щелковского района Алексеем Валовым. Он осматривает Монинское предприятие. Какое поголовье? Поголовье общее здесь получается 175 дойного стада вместе с нителями и плюс телочки это получается 228 голов стоит на ферме. Сейчас в фермерском хозяйстве в псарьки содержится более 500 голов крупного рогатого скота. Молочный цех производит около полутора тысяч молока в сутки. Так каждый день свежие натуральные продукты поступают на прилавки магазинов фермер. Молочный цех и коровки, конечно, главная гордость предприятия. Однако есть на ферме и много других животных от коз и овец до кур и перепелок. Также предприятие располагает внушительным земельным фондом более 12,5 гектаров. Участки земли регулярно обрабатывают, выращивая овощи на продажу и корм для скота. Подкармливают питомцев и обычными продуктами, например, остатками с производства предприятия Щелково хлеб. Так сказать, отечественный производитель поддерживает отечественного производителя. Однако для дальнейшего развития хозяйства, как отметил министр, необходима и поддержка со стороны властей. Задача глав на сегодняшний день, и я думаю, что пока у них это получается, в ручном режиме сопровождать таких фермеров, поддерживать их. Если есть земля, которая еще не работает на сегодняшний день, то землю им предоставлять в аренду. Сам предприниматель отмечает, что ему крайне необходимо расширять прямой рынок сбыта. Дать возможность фермеру свою продукцию самому продать. А то здесь мои земляки приходят, за 30 рублей моего молока покупают, за 65 рублей через дорогу продают. Сейчас поработает Минпотребрынка, поработает Минимущество. Я думаю, что будет принято решение о том, чтобы каким-то образом, по какому-то льготному варианту для сельхозпроизводителя предложить возможности продажи продукта напрямую потребителю. Большая работа в этом плане была проведена с другим фермерским хозяйством Щелковского района, которое также в рамках выездного совещания посетил Алексей Валов. Вот уже больше года на улицах города Щелково можно увидеть так называемые молокоматы, в которых продается свежая продукция СПК «Новая Литвинова». Отдельный руководитель администрации поблагодарил предприятие за социальную направленность. Самое главное, что сделал Александр Семенович, он нам дает натуральное молоко высшей категории на детскую молочную кухню. То есть наши детки маленькие пьют натуральные продукты из натурального молока. Не из сырья, не из порошка, а вот то, что здесь производится на этой ферме. Поэтому мы им очень благодарны. Молочная ферма СПК «Новая Литвинова», расположенная в деревне Мишнево, работает всего три года, но уже успела достичь значительных высот в производстве молочной продукции. При поголове крупного рогатого скота в 435 коров. Производительность местного молочного цеха составляет 4 тонны молока в сутки. Коровы у нас высокопродуктивные, галштинской породы, немецкой и канадской селекции. Сейчас у нас работают быки, мы получаем коров канадской селекции. Поэтому животные крепкие, адаптированные к нашим северным условиям. Осмотрев ферму, руководитель администрации Щелковского района также отметил, что домашний скот здесь содержится в отличных условиях и разводится посредством строгой селекции, что значительно повышает качество производимых продуктов. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!